Мир вам, уважаемые братья и сестры. Большая честь, радость быть в вашей церкви. Вчера была конференция, друзья, было покаяние. Это особый момент, который мы должны, друзья, ценить, радоваться. Бог действует дальше в наших сердцах, меняет наши жизни, судьбы. У меня есть один знакомый. Зовут его Боб. Он не украинец, он не русский, он американец. Он рассказывает ситуацию о том, как однажды он со своим сыном отдыхали вместе на берегу озера. В палатке, проснувшись рано утречком, мой друг Боб выходит на улицу, идет к озеру для того, чтобы умыться, берет в ладоши воды, умывает лицо. И первое, что он видит перед собой, это плавающая зеленая бумажка, друзья. Бумажка именно та, скорее всего, что вы подумали. И он говорит, ну, вообще мозги включились очень быстро, он говорит. Он ее взял, 20-долларовая купюра, потом говорит, вообще сон как рукой сняло, и говорит, сразу же, ну, мгновенно счетчик включился в голове, и он говорит, я вижу их много плавает, просто вот кишит, извините за вот это слово, друзья. Деньгами, он говорит, я собираю, это не сон, друзья, это реальная история. Собирает купюру до купюры, купюру до купюры, говорит. Потом, говорит, считает очень быстро. Считает очень быстро. Говорит, я нырял, вдруг потонули деньги. Говорит, подымал ил с дна, ничего не дало. Потом я, говорит, прочесал весь берег, говорит, один километр в одну сторону, в другую сторону, в корнях, с сосом рылся. Говорит, сумма, которую насобирал я за два часа, была 321 доллар. Я не знаю, по американским стандартам за два часа много или мало. Ну, нормально, согласитесь, да. Для украинца это вообще шикарный момент. И он говорит, два часа спустя, я вспоминаю, что в палатке лежит молодой сын, спит, молодые глаза, перспектива, говорит, забегаю, сынок, показываю пачку денег, говорю, деньги плавают, скорее выбегай. Сын тоже моментально проснулся. Выбегаем на улицу, мы дальше ищем их, нырки дальше идут. Опять прочесали, расширяем диапазон, говорит, нашего действия. Спустя пять часов, говорит, я сижу, так и осталось, 321 доллар, молодые глаза ничего не дали. Пачка денег, кажется, уже не такой большой, знаете, как один философ, современник говорил, всякое желание человека обретает смерть в момент его удовлетворения. Дай нам, друзья, все, что угодно, и плоть наша обесценит это все. Мы как в сказке о золотой рыбке, помните, корыто очень мало, но перспектива и царство тоже не сильно привлекает через некоторое время. Первое разочарование по поводу того, что суммы маловато. Второе разочарование, говорит, я увидел себя. Никогда в жизни я не искал Бога так страстно. В течение пяти часов я увидел объект моего поклонения настоящего. Иван Леат Матфея, друзья, 6 глава, извините, Иван Леат Матфея, 6 глава, 33 стих. Христос говорит об этом слове, ищите, мой друг Боб искал. Каждый день из нас, каждый день мы чего-то ищем, друзья. Слово ищите, послушайте его смысловую нагрузку. Слово ищите переводится, стремитесь, желайте, домогайтесь. Слово очень колоритное, насыщенное, сильное слово. Идет речь о потенциале человека, который выплеснут в каком-то направлении. Итак, Христос говорит, ищите же прежде Царство Божьего и правды Его, и это все приложится вам. Ищите, слово разобрались, есть слово Царство Божье, когда идет речь, друзья, в Библии о Царстве Божьем. Царство Божье и Царство Небесное в Библии это два термина, одно и то же самое вообще. Матфей использует больше термин Царство Божье, а другие евангелисты Царство Небесное. Когда идет речь о сейчас, это идет речь о правлении Бога среди своего народа. Когда речь идет о будущем, идет речь о Царстве, когда Господь придет и будет царствовать. Но в Библии есть момент, когда Христос разговаривает с определенной группой людей, и вопрос был задан конкретно, как придет Царство Божье. Ответ был Христа очень конкретный, друзья. Не придет Царство Божье приметным образом, не скажут, вот оно здесь или вот оно там, ибо Царство Божье среди вас есть. Ответ был дан, друзья, послушайте очень внимательно. Главный момент, ответ был дан не ученикам. 17 глава Луки начинается с того, что ученики и разговор с ними идут, но дальше переходит фокус на разговор с фарисеями. Вопрос фарисеев был. Фарисеи не люди Царства. Фарисеи не люди Царства. Ответ был им дан. Слово среди переводится аутен, слово переводится среди, внутри или внутрь. Христос стоит среди фарисеев, окруженный ими, и они задают вопрос, как оно придет. Он другими словами говорит им, вот я тут и есть, Царство Божье. Логично, искать Царство – это искать Царя. Самое главное в Царстве – это по сути Царь. Есть еще интересное слово, друзья, здесь в этом тексте – это. Слово это, Христос говорит, что ищите прежде Царство Божье. В этом стихе, друзья, просматривается закон причинно-следственных связей. Есть причина, есть последствия. Христос говорит, причина должна быть просто искать Бога, искать Его, стремиться, желать и домогаться. От всего сердца вся страсть должна быть наполнена туда, а последствия – это все приложится вам. Странные мы люди, друзья, мы взяли это. Смотрите внимательно, друзья, это. Это там включало в себя Христос пища, жилье, одежда. Помните, Он говорил, не заботьтесь, не поможет. Но мы взяли это и носимся с Ним по жизни, очень серьезно к Нему относимся. Еще как-то оно ускользает, бывает, как между пальцами прошло. И Христос говорит, это приложится вам. Это – это только приложение. Представьте себе комичную ситуацию, если бы мне подарил, допустим, мой там, тесть дарит холодильник мне. Я смотрю на холодильник, беру маленький магнитик, приложение, говорю, вот это классный подарок, хороший подарок. Вот магнитик – реально серьезный подарок. Он сказал бы, Володя, подожди, есть холодильник. Но вот эта иллюстрация, друзья, она никак не сравнивается с масштабом. Есть Царство Божье, а это только приложение. Мы взялись за приложение, прикипели к нему сегодня настолько сильно, что Богу приходится, бывает, с корнями отдирать. Мы же взяли, это же наше. Мы даже любим применять это местоимение «моё». Одна из главных задач в книге Иова – это показать, что Бог – хозяин. Он дает Иову четко понять, Иов, все, что ты имеешь, это не твое, не прикипай. Лес, который ты видишь, это не твой лес. Семья, которую ты имел, это не твоя семья. Дети, которых ты имеешь, это не твои дети. Он хозяин и определяет, как все будет распоряжаться в нашей жизни. Когда идет речь, вот ищу ли от Царства Божьего, если вас прошу, друзья, дорогие, и кто ищет из вас Царство Божье? Ну все, скорее всего, по-любому мы ищем же, да? Можно тест, коротенький, пожалуйста. Я скоро в Киев уезжаю, но просто вот на всякий случай, друзья. Четыре элемента ищу ли от Царства Божьего. Первое. Все четыре элемента на букву П. Первое. Приоритет. Царство Божье должно быть приоритет. Приоритет – это то, что в жизни мы выполняем первично. Рано утречка проснувшись, распорядок дня определяет, что для меня является приоритетом, что самым главным. Это приоритет. Слово приоритет – это значит, что что-то первично. Библия говорит так, прежде всего, прошу совершать молитвы, моления, прошения за всех человеков. Приоритет, друзья, это то, что должно быть первично. Давид говорит, я, пробудившись, буду насыщаться образом твоим. Друзья, дорогие, не еда – приоритет, не здоровый образ жизни – приоритет, не бизнес, не карьера, не учеба. Бог номер один в жизни. Это важно. Если бы вы разбудили апостола Павла, сказали бы, что для тебя – приоритет. Он бы сказал, для меня жизнь Христоса, а смерть – приобретение. Если бы вы встретили царя Саула, сказали бы, что для тебя – приоритет. Он сказал бы, только тихо, главное, что подумают обо мне люди. Вторая буква П – привязанность. Идет речь о чувственной сфере. Сфера, от чего мы получаем восторг, живем мы ради удовольствия. Приоритет – это первый номер в нашей жизни. Привязанность – это чувственный элемент, это область поклонения, восхищения. Мы все в восторге от чего-то, от кого-то. Самая большая система идолопоклонства в нашей жизни, друзья, когда мы в восторге от самих себя любимых. Каждый конфликт в нашей жизни по поводу наших ценностей нарушает наши ценности, нашу гордость задевает, и мы вспыхиваем моментально. Гнев – это наша реакция. Хотите увидеть настоящего себя, хотите увидеть область поклонения, посмотрите, из-за чего мы начинаем идти в атаку. Гнев – это реакция защиты своих идолов. Если говорить о привязанности, хотите увидеть своего Бога, друзья, та мысль, с которой я просыпаюсь рано утром, и та мысль, с которой я ложусь спать на ночь – это настоящий мой Бог. Хотите еще увидеть, чему поклоняетесь, друзья, посмотрите свой распорядок. Посмотрите, друзья, куда вы тратите свои деньги. Посмотрите внимательно, сколько вы времени влаживаете в Царство Божье, и вы увидите, кто для вас настоящий Бог. Еще, настоящая музыка, которую мы слушаем, друзья, это музыка о нашем поклонении, и она не здесь. Настоящую музыку женщина слушает на кухне, когда никого нету, и мы, мужчины, слушаем в машине ее, когда никого рядышком нету. И музыка – это о Боге или не о Боге. Еще посмотрите внимательно, друзья, сравните свою Библию, и сравните свои джинсы, молодежь. Посмотрите внимательно, куда вы влаживаете свой потенциал, силы, богатырские, и вы увидите без проблем, что является объектом поклонения. Первый признак идолопоклонства – это отсутствие благодарности в сторону Бога. Второй признак идолопоклонства – мы начинаем судить других людей и ненавидеть. Это признаки идолопоклонства. Третья буква «П». Третья буква «П» – это подчинение. Идет речь о волевом выборе. Один мужик на рынке продавал пирожки. Зазывает людей, говорит, горячие пирожки, горячие пирожки, горячие пирожки. Люди купили, подходят, говорят, слышишь, что ты рассказываешь, они у тебя не горячие. Он говорит, они у меня так называются. Кроме названия, что мы христиане, друзья, чем это подтверждается, сестры дорогие, как у вас дела с тем в отношении жены, повинуйтесь своим мужьям. Не директору на работе, а своим мужьям во всем. Мужья, как у вас дела с любовью? Не просто с жертвенной, а односторонней, потому что на жертвенную любовь даже по плоти мы способны. Дети, как у вас дела с подчинением родителям? Вот и без проблем вы видите царство Божье в нашей жизни, главное или нет. И последнее слово, друзья, это постоянство. Речь идет о характере. Характер, друзья, это совокупность привычек. Посеешь мысль, мысль, помните? Пожнешь поступок. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу. И вопрос, друзья, послушайте, о постоянстве. Часто в жизни надо вспомогательный элемент, чтобы мы начали молиться. Народ Божий. Вспомните, когда был момент, когда зажало обстоятельства. Вот зажимают, я знаю себя, зажало, вот да. И моя знакомая говорит, зажало, я прибежала к Богу, попустила, убежала от Бога. Моя теща говорит, что нас приступы духовности посещают время от времени, когда нам плохо. Давид интересно говорит, воздам Богу обеты мои, которые произнесли уста мои и язык мой в день скорби моей. Вспомните, друзья, когда было плохо, как вы говорили, Господи, выведи меня отсюда, дай мне доброе здравие. И потом так все улеглось, и мы такие, оп, и начинаем себе накручивать золотые руки, интеллект нормальный, влиятельные знакомые, дети, вот мои, все мое, народ Божий. Давайте жить в состоянии хорошо, как обещали Богу, в состоянии плохо. И последняя мысль. Если вы молитесь, когда вы в беде, только, то вы реально, друзья, в беде. Давайте помолимся, друзья. Помолитесь, пожалуйста, кто хочет помолиться, друзья, молитесь. Я закончу молитву. Спасибо. 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 Спасибо.